Время новостей на информационном канале Севастополя, студии Наталья Двойцина. Здравствуйте, смотрите выпуски. Праздник всей страны и России отметила День военно-морского флота. Хоть весь мир ты обойдешь, лучше Ласпи не найдешь. Детский здравительный центр Ласпи отпраздновал свое 60-летие. Россия отметила День военно-морского флота. Праздник встречали на всех базах, в том числе Кронштадте, Владивостоке, Североморске. Впервые в истории России военно-морской парад прошел в Сирии. В нем были задействованы корабли Черноморского флота. Главный парад состоялся в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие корабли, подводные лодки, самолеты, вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Главный военно-морской парад принял верховный главнокомандующий Владимир Путин. В своей речи президент отметил, история России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого военно-морского флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей. В годы Великой Отечественной флот насмерть стоял у берегов и рубежей Родины. Навечно в летописи Великой Победы битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт. Флот и преданность Отечеству неразделимы. Высокие нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте. И они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства. Сегодня многое делается для развития и обновления военно-морского флота. В строй вступают современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава. Сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы. Вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу. Слава военно-морскому флоту! С праздником! В Севастополе в военно-морском параде приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров. За событиями в воздухе на воде и на суше наблюдали тысячи жителей гостей города. Военно-морской парад информационный канал Севастополя транслировал в прямом эфире. Краткий обзор ярких моментов и эмоций зрителей в репортаже моих коллег. Торжества в честь одного из самых любимых и почитаемых праздников Дня военно-морского флота в Севастополе по традиции начались с возложения цветов у Мемориала героической обороны города 1941-1942 годов. Ровно в 9 утра на Графской пристани рота почетного караула приветствуют командующего Черноморским флотом и высокопоставленных гостей. Товарищ командующий, войсками Южного военного округа корабли Черноморского флота в составе 36-й пилот для парадного знаменования Дня военно-морского флота построены. Катер командующего отправляется на торжественное приветствие моряков. В Севастопольской бухте ошвартованы 8 боевых кораблей, в том числе флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер «Москва». В самом начале праздника на горизонте показался парусник «Херсонес». Артиллерийский бой с надводными кораблями противника демонстрируют ракетные катера. В параде принимают участие и две подводные лодки, а также военная авиация. Дохватывает гордость за страну. Впечатления такие положительные. Очень рада, что мы приехали. Мы далеко. С Сибири приехали. 6 тысяч километров специально, чтобы побывать на параде. Мне сегодня понравилось очень, как летчики демонстрировали самолеты, как у них все красиво получалось. Вот мне вообще понравилось. Всех моряков, начиная от Калининграда, заканчивая Мурманском, с днем военно-морского флота. Желаю всех им здоровья крепкого и чтобы ребята держались. Ура! Всего в параде в честь дня ВМФ участвовало более 40 боевых кораблей и катеров, 7 вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и 33 единицы техники армейского корпуса. Участвуем в четырех парадах. Традиционно Новороссий-Севастополь. Кроме того, впервые участвуем в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. У нас 15 кораблей и катеров участвуют. И сегодня состоялся уже, прошел успешно парад в Тартусе в Сирии. Тоже впервые наши корабли. Я хочу поздравить всех с днем военно-морского флота. У нас более 100 тысяч гостей в городе сегодня, более 20 главсубъектов Российской Федерации, председателей законодательного собрания. Все к нам в гости приехали. Это всегда происходит. Поэтому сегодня настоящий праздник. Мы активно участвовали в подготовке. Конечно, самое главное торжество и самое главное силу и мощь показал нам сегодня Черноморский флот. В честь праздника на площади Нахимова выставка военной техники. Зенитно-ракетные комплексы, транспортно-заряжающие машины, танки, радиостанции. Наибольший интерес они вызывают у детей. Мальчишки и девчонки изучают каждую деталь. Понравилось тебе? Да. А что именно понравилось? Танк, скажи. Все вам понравилось. Праздник замечательный, техника. Вот на радость детям. Очень все здорово придумали, организовано замечательно. Эмоции захватывают и словами не передать. Знаете, аж все внутри. И очень гордость за Россию. Вероника Андреева, Арсений Ковалевский, Анатолий Кукса и Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя. И к другим темам. Один из старейших детских лагерей Севастополя отмечает юбилей. Здоровительному центру Ласпи исполнилось 60 лет. Круглую дату отпраздновали с размахом. Для гостей ласпинцы подготовили программу с танцами и песнями. Наша съемочная группа тоже побывала на празднике. Праздник открывает пионерский отряд барабанным маршем. Почти так же начинался и первый концерт, посвященный дню рождения детского лагеря Ласпи. С того момента прошло уже 60 лет, за которые в здравнице отдохнуло 150 тысяч детей. Очень много тут детей отдыхало. Со всего Советского Союза тогда, когда я работала. Работала я музыкальным работником. И репетировали мы с хорами занимались, с ансамблями вокальными, с вокалистами. Традиция развивать творчество сохранилась в Ласпи до сих пор. Севастопольские дети специально к 60-летию лагеря подготовили вокальные и танцевальные номера. Грустный, перенёвый, в городах весёлых! День рождения не обошёлся и без подарков. Для детей от директора лагеря – огромный ящик с конфетами. Мне очень жаль, что я уезжаю отсюда через 5-4 дня, потому что здесь очень весело с друзьями находиться. Отсюда просто не хочется уезжать. Здесь вот, ну вот, всё, у нас очень много мероприятий, у нас специально чем-то занимают. Мы не сидим просто в корпусах. В общем, мне действительно, я обрела очень много друзей и новых знакомых. Лагерь Ласпи построили для сокращения детской заболеваемости в послевоенное время. За пару десятилетий здравница из маленького палаточного городка без инфраструктуры превратилась в полноценный оздоровительный лагерь на 8 корпусов. Однако со временем они начали приходить негодность. В этом году часть зданий удалось полностью отремонтировать, заменить коммуникации, завести новую мебель. В обновлённых корпусах в этом сезоне в Ласпи отдохнёт около 600 одарённых детей из Севастополя. Здесь практически, ну, наверное, годы четыре, каждый год я отдыхала. Здесь отдыхали мои дети, поэтому у нас поколение. Наши семьи, наши воспоминания – это такая сказка. Сказка, которая была поданена нам в своё время нашей природой и теми людьми, которые этот лагерь создали. И сейчас мы видим, что лагерь восстаёт, начинает заново работать. В следующем году он встретит новыми корпусами. Работа начнётся уже с 1 сентября и 1 июня. Это будет ещё следующий этап нового лагеря Ласпи. После того, как реконструкция четырёхэтажных корпусов завершится, лагерь сможет вновь стать круглогодичным и принимать в три раза больше детей. Дереника Андреева, Анна Леготина, Дмитрий Еремеев, информационный канал «Севастополя». Гауреаты фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык» дали концерт в Севастополе. Праздник с национальным кларитом провели на центральной площади города. Участие в нём приняли артисты из Татарстана, победители и обладатели гран-при «Созвездие-2017», а также местные творческие коллективы и исполнители. Фестиваль эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык» – одно из главных событий в культурной жизни Татарстана. Ежегодно в нём участвуют десятки тысяч детей из разных городов республики. В подарок Дню военно-морского флота России артисты сделали Севастополь. В город-герой привезли лучшие творческие номера. Они поют на своём языке, но чувства и эмоции кажутся понятны и без перевода. Смысл этой песни в том, что мы поём и танцуем, вечно веселимся вместе. То есть неотъемлемая компания. Готовясь к выступлению, особое внимание уделяли сценическим образом и нарядам. О возрасте, характере и вкусе рассказывает национальный костюм. Вот образ татарской девушки. Обязательно головной убор, но чаще всего с платочком. Национальные серёжки, красивый орнамент, красивое атласное платье. И безусловно, это наш бренд, это сапожки татарские. Татарские композиции на сцене сменяют знакомые нам, русские. Песню Клавдии Шульженко «Возьми гитару» исполняет школьница из набережных Челнов. Севастополем и Черноморским флотом фестиваль связывает многолетняя дружба. Лауреаты созвездия выступают на военных кораблях, в частях морской пехоты и доме офицеров флота. По поручению руководителя города Дмитрия Овсянникова, гала-концерт впервые провели на площади Нахимова. Нам есть чем гордиться, нам есть чем обмениваться. Это взаимная польза, взаимное удовольствие, взаимная радость. Они дружат, обмениваются контактами, кто знает. Возможно, это будущие политики, будущие общественные деятели, будущие великие артисты. И сегодня эта дружба закладывается прямо сейчас. Республика Татарстан строит корабли для нашего флота. Очень много военнослужащих с республики Татарстан. Лучшие детишки Татарстана выступают перед жителями города и военнослужащими города. Мы гордимся, что у нас такая дружба. Фестивалю созвездия Йолдызлык 17 лет. За это время в нем приняли участие 960 тысяч человек. И только две тысячи стали победителями. До народных артистов мы еще не дотянули, потому что всего 17 лет. Но заслуженных артистов у нас почти уже десяток есть. Йолдызлык в перевозе – это звездочка. Поэтому здесь выступают все школьники. И отбор идет со школьного возраста. Гала-концерт в городе Героя объединил 230 артистов из 22 муниципальных образований Татарстана. Выступили также творческие коллективы Севастополя. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. И в этом выпуске все. Поделиться с нами мнениями и рассказать о событиях можно по телефону 54 51 12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. В студии работала Наталья Двойцына. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова